Здравствуйте, друзья! Меня зовут Сергей, и сегодня я познакомлю вас с несколькими словами на тему обмана, одурачивания, введения в заблуждение на английском языке. Первое слово это deceive. Deceive. Deceive значит обманывать. You can't deceive your parents. Нельзя обманывать родителей. You can't deceive your parents. Don't deceive yourself. Не обманывай себя. Don't deceive yourself. Trick. Существительное trick может значить трюк или уловка, а глагол trick значит обводить вокруг пальца, то есть провести кого-то, обмануть, как правило, обмануть предумышленно. She tricked her parents to get to the party. Она одурачила своих родителей. Она обманула своих родителей, чтобы попасть на вечеринку. She tricked her parents to get to the party. You tricked me. Ты меня провёл. You tricked me. Ещё используют такое выражение. You played a trick on me. Ты меня провёл. То есть буквально ты разыграл со мной какую-то уловку. You played a trick on me. You tricked me и you played a trick on me – это синонимы. Следующее слово fool. Существительное fool значит дурак, а глагол fool, как ни трудно догадаться, значит обмануть, одурачить, оставить кого-то в дураках. This time you won't fool me. На этот раз ты меня не проведёшь. This time you won't fool me. He didn't like his job because he had to fool people. Ему не нравилась его работа, потому что ему приходилось дурачить людей. He didn't like his job because he had to fool people. Если предыдущие три слова означали примерно одно и то же, то следующее слово от них несколько отличается. Mislead. Mislead. Значит вводить заблуждение. Mislead может значить буквально повести кого-то не в том направлении, то есть физически кого-то повести не в том направлении, но часто используется как вводить заблуждение, то есть давать, например, какую-то ложную информацию. Mislead – это неправильный глагол, его вторая и третья формы mislead, mislead, mislead. Leaders shouldn't mislead their people. Лидерам не следует вводить в заблуждение свой народ. Leaders shouldn't mislead their people. The politician mislead the public. Политик вёл общественность в заблуждение. The politician mislead the public. Все эти четыре слова можно использовать в схеме, общий смысл которой заставить обманом или вынудить обманом сделать что-то. То есть обмануть человека, в результате чего этот человек что-то сделает. Ну то есть вынудить обманом что-то сделать, как мы сказали бы по-русски. Со всеми четырьмя глаголами схема будет выглядеть одинаково. Один из этих глаголов, потом into doing something. Например, deceive into doing something. Ну, вместо doing нужно подставить глагол с окончанием in. Приведу примеры. Сначала с глаголом deceive, обманывать. You deceived me into giving my secrets away. Ты обманом заставил меня выдать мои секреты. То есть ты обманул меня и в результате я выдал свои секреты. You deceived me into giving my secrets away. I was deceived into thinking I was going to lose my job. Меня обманули, заставив поверить, что я потеряю работу. Ну или меня обманом заставили поверить в то, что я потеряю работу. Здесь по-разному мы можем по-русски сказать, но дословный прямой перевод вряд ли здесь возможен. Вряд ли мы можем сказать, я был обманут в думании о том, что я собираюсь потерять работу. I was deceived into thinking I was going to lose my job. Меня обманули, заставив поверить, что я потеряю работу. Пример с глаголом trick. She tricked me into giving her my Facebook password. Она обманом выманила у меня мой пароль от Facebook. То есть она меня обманула и в результате я выдал ей свой пароль. She tricked me into giving her my Facebook password. Пример с глаголом fool. He was fooled into believing that he'd won a lot of money. Его одурачили, заставив поверить, что он выиграл кучу денег. Как видите, во всех случаях схема одна и та же. Один из этих глаголов, затем into doing something. He was fooled into believing. И еще один пример с глаголом mislead. Many people were misled into buying that fake medicine. Многих людей ввели в заблуждение, заставив купить это поддельное лекарство. Хочу подчеркнуть, что в английском варианте слово заставлять, то есть принуждать, его нет. Но просто для русского языка более характерна эта конструкция, как эквивалент той из английского языка. Со словом заставить или вынудить что-то сделать. Надеюсь, вам этот выпуск понравился и был полезен. Если да, пожалуйста, поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. И до встречи в следующий раз.